Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня в выпуске. Студенты знакомятся с будущими работодателями. Совет сторонников Единой России запустил проект «Активист». Казаки МИАСа собираются войти в государственный реестр и берет на себя соответствующие обязательства. Центр помощи детям «Радуга» отмечает 18-летие. В учреждении прошел праздничный концерт. Сторонники Единой России запустили проект для МИАСских студентов. Называется он «Активист». В рамках этого проекта для молодых людей будут организованы развлекательные и познавательные мероприятия. Первым из них стала встреча студентов старших курсов МИАСского машиностроительного колледжа с директором машзавода. У меня такой вопрос. А тяжело ли быть руководителем такой масштабной компании? Студенты старших курсов МИАСского машиностроительного колледжа задают свои вопросы Андрею Юрчикову, директору МИАСского машиностроительного завода. Спрашивают о жизненной позиции и, конечно же, о молодежной политике предприятия. Без стеснения просят взять их на практику и интересуются заработной платой специалистов завода. Директор тут же уточняет – на работу возьмут только тех, кто хорошо учится. Владислав Дмитриев учится на четвертом курсе по специальности технологии машиностроения. Уже решил для себя, что после армии попытается устроиться работать на ММЗ. Есть мотивация, чтобы лучше закончить техникум и поступить на предприятие. Студенты посмотрели фильм о заводе, в котором рассказали историю предприятия и показали существующее в настоящее время производство. Директор одного из крупнейших предприятий города отметил – студенты в МИАСском машиностроительном колледже заинтересованные, активные, знают, чего хотят. Для меня это первая встреча и первое общение со студентами в принципе. Но я с удовольствием отмечаю то, что кто-то уже пойдет работать на наш завод. Я общаюсь со студентами уже на студенческой скамье. Мы получаем из себя будущих работников завода, будущих рабочих и технологов. Встречу студентов с будущим работодателем организовал совет сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие стало первым этапом нового проекта «Активист». Примерно такие же направления они делаются в городе, но разрозненные. Здесь мы хотели организовать именно встречи с интересными людьми, как одно из направлений. Потом поиграть в настольные игры, чтобы ребятам, молодежи было интересно. Ну и еще одно направление – это различные такие мини-семинары, мини-тренинги. По словам Вячеслава Демина, проект охватит все учебные заведения города. Совет сторонников «Единой России» планирует проводить от одной до трех таких встреч в месяц, в течение полугода. Перед молодежью выступят известные и уважаемые люди МИАСа и области. История МИАСа тесно связана с казачеством. И по сей день казаки нашего округа активно участвуют в общественной жизни, охраняют общественные мероприятия, выходят в правоохранительные рейды, занимаются гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Сегодня в администрации города казачье общество «Станица имени Атамана Дутова» собралось, чтобы официально принять на себя все эти обязательства. Вступление в государственный реестр казачьих обществ означает для казаков МИАСа, что теперь они официально принимают на себя обязанности. А это в первую очередь служба государству. Мы часть населения, которое неравнодушно к тому, что происходит у нас на территории городского округа. И, соответственно, хотим участвовать в этом своими руками, помогать администрации, другим органам государственной власти, чтобы в городе все стало лучше. «Станица имени Атамана Дутова не просто общественная организация. Мы – казачье общество МИАСского городского округа», – комментирует Сергей Матвеев. Поэтому считаем себя частью администрации и вместе с муниципалитетом решаем общие задачи. Недаром на флаге общества изображен герб МИАСа. То, о чем говорит начальник штаба казачьего общества МИАСа, в первую очередь означает выполнение намеченного плана руководства города. В этот перечень входят, к примеру, экологические рейды. «Возрождаем казачьи традиции, как бы это общее понятие, плюс патриотическая молодежь, чтобы у нас воспитывалась, значит, содействие с органами милиции, военкоматом, с культурой содействуем, проводим мероприятия, работаем с храмами, проводим всякие мероприятия в храмах». Для того, чтобы вступить в государственный реестр казакам, необходимо единогласно проголосовать по каждому пункту обязательств, которые они на себя берут. Озвученные пункты не вызвали удивления у собравшихся, ведь большую их часть они выполняют уже сегодня. «Кто за? Прошу проголосовать. Против? Вопросы? Принимаем единогласно». Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ. Инспекторам ГИМС пришлось выйти на лед, чтобы провести профилактическую беседу с рыбаками. Место выбрали оживленное – пруд южной части города. «Наверное, лучше-то обойти, зато живыми и здоровыми остаться. Правильно? Правильно». Предостеречь место сегодня вышли сотрудники ГИМС, которые вот уже не первый год проводят профилактические беседы и информируют жителей округа вот такими листовками об опасности таких прогулок по неокрепшему льду. «Совместно с пожарными, как я говорил, с администрацией города, проводятся рейды, патрулирование по водоемам, и проводятся разговоры, беседы с рыбаками, детьми отдыхающими, как нужно вести себя на водоемах и лучше попредистричься и не выходить сейчас пока на лед». Переменчивая погода коварна. Оттепели и заморозки не позволяют льду на водоемах округа набрать крепости и кое-где образуются полыньи, что, собственно, не останавливает ни рыбаков, ни просто прохожих, желающих срезать дорогу. Центру помощи детям «Радуга» исполнилось 18 лет. Учреждения пришли поздравить друзья и помощники, а воспитанники приготовили интересные выступления и продемонстрировали свои таланты. Акробатический номер, с которым воспитанники Центра помощи детям «Радуга» выступили на празднике, они приготовили всего за неделю. Ребята занимаются в цирковом коллективе, участвуют во всех праздниках и концертах «Радуги». Придумали номер тоже сами. «Мы взяли его с интернета, но некоторые моменты мы убирали или, наоборот, добавляли». Почти все участники циркового номера воспитываются в одной семье. Так в «Радуге» называют группы, в которых живут воспитанники. У каждой семьи есть свои спальни, гостиная, кухня. С ребятами работают посменно три воспитателя. Именно они вдохновляют и поддерживают воспитанников. Так получилось, что нужно было от номера, как сказать, от семьи номер, а у меня их четверо человек, и пятый еще Катя у нас на шпагат делает. И получилось так, что они пришли в ужин, все собрались ко мне и говорят, «Ольга Александровна, ну давайте что-то, мы же вот умеем, вот ходим, начали в цирковой ходить, давайте что-то придумаем, сделаем». И вот на этом ковре мы как раз начали они мне показывать все элементы. Я говорю, ребята, классно! Сегодня Центр «Радуга» отметил 18-летие. Когда воспитателям вручали благодарственные письма, из зала звучали громовые аплодисменты. Поздравить «Радугу» приехали друзья, люди, которые помогают Центру. Директор Центра Светлана Борисовна Густава в стихах напомнила всем присутствующим о важности их работы. «Каждый день спешим сюда пораньше, не имея права отдыхать. Начинаем и с ними, без фальши, о детишках наших лопотать. В сердце материнская забота, аккуратность видится во всем. Мы знаем, как нужна эта работа, чтобы детство к детям повернуть лицом». Сейчас в Центре помощи детям «Радуга» проживает 48 воспитанников. Это ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию и оставшиеся без попечения родителей. За 18 лет из стен «Радуги» выпустилось около 150 ребят и примерно столько же отправились жить в семью. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1obl.ru, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСа. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова